Всем привет! Вы на канале Патронати, с вами Саня. И в этом видеоролике я покажу, как можно закэшировать эксплойт на вашей PlayStation. Это будет полезно тем, у кого, например, нестабильный интернет, или вы часто берете свою PlayStation на дачу, где сети вообще нет. Вообще-то интернет нам понадобится один раз, всего один, и дальше вы уже сможете все делать в оффлайн режиме. Что ж, приступим. Сначала я сделаю правильную настройку сети. На ваших глазах я выбираю все те пункты, которые нужны для правильной настройки. Но самое главное, вот здесь, в настройках DNS, прописать то же самое, что вы сейчас видите на экране. По завершению, обязательно проверьте ваши соединения. Иногда может возникать ошибка, тогда надо пробовать другую сеть. Например, использовать точку доступа со смартфона, как это сделал я. Теперь заходим в браузер и полностью его очищаем. Нажимаем Options, выбираем настройки, удаляем куки, очищаем кэш. Кружочком выходим, опять жмем Options, выбираем закладки, снова жмем Options и выбираем удалить. И таким же образом удаляем хронологию просмотра. Теперь заходим в настройки и в самом верху видим руководство пользователя. Заходим в него и видим сайт с эксплоитами. DNS, который мы вводили ранее, подменяет оригинальный сайт на этот. Сразу происходит кэширование и оформление сайта. Так, я случайно вышел, но зато вы теперь видите, что тема кэшируется только один раз. В правом нижнем квадратике мы видим надпись Cache All, то есть можно сохранить все разом. Если это вам не нужно, то можно нажать на уголок и там выбрать конкретно отдельные пункты, которые вам нужны. Я же нажму Cache All. Но это мы закэшировали только главную страницу. Теперь заходим в L6.72 и тут тоже выбираем Cache All. Готово! Выходим из настроек и перезагружаем консоль. Во время перезагрузки я выкачу раздачу Wi-Fi на смартфоне. Теперь на консоли нет сети. Есть миф, что если консоль погонять пару минут после включения, то активация чаще происходит успешней. Так, теперь в настройках я убираю галочку подключения к интернету, но в данном случае она ничего не значит, так как раздачу сети я ранее выключил, ну на смартфоне на своем. С момента включения прошло уже больше минуты, и пора заходить в руководство пользователя и активировать там exploit. Процесс идёт долго, поэтому видео ускорено. О, пишет, что всё прошло успешно. Хм, может быть они и были правы. Так, и консоль вырубилась. Ожидание прогон консоли по меню не работает, миф разрушен. Как обычно ждём кучи перезагрузок и проверку памяти. Попытка номер два. Консоль после ребута ничего не ждал и сразу же залетел в настройки. Вот вы видите, что галочки нет, вот перед вами состояние сети, ну и проверка сети пишет, что надо включить сеть. Всё, вы видите, что интернета точно нет, теперь будем пробовать зайти в руководство пользователя. Видим, что оно загружается, значит кэширование прошло успешно. Жмём 6.72 и запускаем миру. Пока идёт загрузка, хотел бы сказать, что если вы закэшировались ещё на 5.05 и обновили консоль до 6.72, то руководство может остаться старым. Тут просто не будет кнопки 6.72. Поэтому вам нужно будет сделать всё, что я показал ранее в этом видеоролике, с самого начала. Тогда кнопка 6.72 появится. А у нас уже подгрузился хэн. Заходим в настройки, я ещё раз показываю, что интернета нет, вот вы видите. И теперь осталось проверить, появился ли внизу заветный пунктик. Да, вот он, дебаг настройки. Ну и как обычно, всё было достаточно просто, вы сами всё видели. И если у вас нестабильный интернет, можете смело воспользоваться этим способом и активировать exploit, когда вам нужно, в оффлайн режиме. И не забывайте, что exploit мы активируем только для запуска в Home Pre-приложении. Также я создал Instagram, и если вам нужно со мной связаться, можете написать мне в комментариях, либо написать в мой Instagram. Ну и как всегда, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До свидания.